Друзья Грустно все это. Я знаю, когда становишься взрослее, когда уже нельзя ничего исправить. В такие моменты возникает вопрос, почему именно так все случилось? Это сложный вопрос, ответ на который ты должен найти сам. Пускай это случится не скоро, но рано или поздно ты найдешь ответ и все поймешь. Это даст шанс жить дальше. И как ребенок верить в то, что все будет хорошо. Зная при этом, что все, что было в прошлом, было не зря. Да и чего там говорить, это было даже весело. Ну что ты мычишь, а? Ты говорить нормально можешь? Чего? Рот у тебя заклеен. С расклеенным ртом любой может. Ты с заклеенным попробуй. Знаешь, что такое чревовещание? Ни хрена ты не знаешь. Чревовещать это засовывать в чье-нибудь чрево какие-нибудь вещи. Э, хорош мучить маленького Теля. Кого мучить? Маленького Теля. Курить будешь? Че, курить захотел? Давай. 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 Давайте. Давай. Чą. Вот так держи, Павел. Не, блин, давай возьмем лучше за дно. Во, вот так, во. Ты вообще в школе учился? Конечно, учился. Так вот, был такой чувак, Вильгельм Тельм. Он стрелял из лука так метко, что мог выбить монетку у купчихи из м***. Прям таки из м***. Да я сам в шоке. Ну давай, покажи класс, Вильгельм Тельм. Ну что, сынок, сейчас папа покажет. Как надо делать. Ну что, можешь называть меня Вильгельмом? Пойдем, мне кажется, он готов рассказать, куда дел бабло. Пойдем. Художественный фильм Александра Хаакана «Вильгельм Тель». В главных ролях Дмитрий Сафонов, Антон Генералов, Олег Булич, Николай Подсадник, Татьяна Кузьмина, Олеся Генералова и Евгения Гуляева. В эпизодах. Валентин Рассанин, Виктория Булич, Диана Савватеева, Татьяна Савватеева, Регина Юдаева, Александр Киуру, Наиль Гумаров, Александр Голованов, Тимур Кивильша, Видмонт Аскарошес, Игорь Максименко, Арсений Глазов, Андрей Агеев, Денис Хохлов, Виктор Чмыликов, Сергей Котов, Георгий Часовских, Анастасия Иванова, Юлия Андреева. Элона Тарасенко, Константин Медведков, Наталья Ливанчукова, Алексей Сидоров, Александр Хакона и Валерия Ломакина. Оператор и монтажер Александр Хакона. Композитор Денис Хохлов. Режиссер дубляжа Виталий Альбатрос. Произведено на студии Бин Постпродакшн. Автор сценария и режиссер Александр Хакона. Не, а чё ты имеешь против руки вверх? Вообще ничего. Эта группа настолько отстойная, что против неё даже иметь ничего не хочется. Это как бич в помойке. Увидел его, пожалел мысленно, а через секунду уже забыл. Сам ты как бич, и на мнение твое бичовское я срать хотел. Если мне нравится музыка, я её слушаю, и мне плевать, что там вякают ханжи вроде тебя. Сам небось в молодые годы их кассеты до дыр затирал. Да их песни мозг затирают до дыр с одного раза, вот ты руки вверх слушаешь, смотри какой тупой вырос. Как нормальный человек может слушать эту хрень? Ты целуй меня везде, 18 мне уже. Доброе утро. Ты кто такой? Чё надо? А ты, бабка, сними с меня маску, посмотри, кто я. Давай, иди сюда, или тебе помочь. Ну так сделай что-нибудь. Эй, ты куда собрался? Умри, сука! Лера, уйди! Уйди, Лера! Эти парни за тем столом похожи на гангстеров. Такие классные. Сиди, ешь спокойно. Если они такие отстойные, почему руки вверх признали самой популярной группой 90-х, 2000-х? Значит, в них что-то есть. На жопе шерсть, чистый коммерческий проект, сосуд деньги на соплях девочек и таких, как ты, сентиментальных дурачках, шляпная музыка, шляпный текст и стрёмный вокал. Толстый воет у микрофона, а тонкий прыгает, как старый козёл у синтезатора. Офигенно! Да кто бы говорил? Сам слушаешь какого-то гермафродита в *** чулках. Как его там? А, Мэрлин Мэнсон. Да он сам себе наклык даёт, а ты, олень, тащишься. Мама, а кто такой Мэрлин Мэнсон? Всё, пошли отсюда. Проехали, давай о делах. Ну, давай о делах, любитель фриков. Девушка, счёт будьте добры? Конечно. Эээ, блин, оглушил меня. Обязательно было перед лицом стрелять, а? Да я манал, твой муж спит с обрезом. Я там не смотрю к нему под кровать, с чем он спит. Ну чё, ты готова? Я в плечо. Ээ, не-не-не-не-не, подожди. И так поверят, что я тут ни при чём. Давай лучше ударь меня. Только не в нос и зубы не выбей. Ты чё, мы так не договаривались? Тебе какая разница? Не хочу я пулю получать. Пусть ибо меня грабители вырубили и всё. Нет, ты чё, погнала? Я не бью тёлок. Джентльмен. Ладно, сама разберусь. На тебе деньги и вали отсюда. У тебя чё, с математикой плохо? Тут не вся сумма. А ты и не весь договор выполнил. Тебе надо было от***ть его перед тем, как убить. Помнишь, пару месяцев назад китаёза из службы по доставке животных привёз мопса для дочки нашего шефа? Конечно, помню. Он мне ботинок заблевал. Кто китаец? Мопс. А, мопс. Но дело-то не в собаке, а в китаёзе. Шеф сказал привести его на разговор. Не знаю, о чём он там с ним хочет говорить, но стопудово дело в дочке. Да ну нафиг. Угу. Ты хочешь сказать, что Наташа... Спасибо. Да, я серьёзно. Говорят, она таща нимфоманка. Улыбнись, подмигни, и она твоя. Я нимфоманка, Дима. Иди ко мне. Иди ко мне. Ты чё творишь? Выполняю уговор до конца. Ты дебил. Поздно уже. Я тебе денег больше не дам. Мне ментов надо вызывать. Женщину не бьёт. Киллер хренов. Это как стеснительная шлюха. В сауне с мужиками. Нормально. Ну а где мы найдём эту ипошку? У меня есть адрес этой конторы. Сантери Эйс Ванила. Достанем и доставим. Может, ты один туда съездишь? Ненавижу животных. У меня в детстве был кролик. Только жрал и трахал плюшевую игрушку. Никакого толку от зверя. Ну а что ты хотел от кролика? Чтобы он тебе Шопенгауэр и читал. Ты чё? Хорошо выглядишь? Я б тебе ещё язык отрезал. До времени нет. Передай мужу ничего личного. Я могу вас рассчитать? Да, конечно. Девушка, девушка. Извините. Регина. А вам нравится творчество группы «Руки вверх»? Мне нет. Поехали. Поехали, сука. То есть ты хочешь сказать, что если я сейчас прыгну с девятого этажа, то я не погибну, раз мне суждено утонуть? Я не фаталист, но я считаю, если тебе суждено сдохнуть, захлебнувшись, то оно так и будет. Как ни крути. Да фигня всё это. По мне так много и от тебя самого зависит. Бережёного Бог бережёт. Да-да, Бог следит за тобой. Ведь ты так важен этому миру. Да при чём здесь Бог? Я к тому, что надо следить за собой. И думать на шаг вперёд. Знаю одного чувака. Предусмотрительный такой был. Купил он себе тачку классную. Land Cruiser 200. Застраховал её по полной. Ездил аккуратненько, не нарушая правил. В общем, трясся над ней, как над писанной торбой. Над чем? Над тачкой своей. Чё тупишь-то? Ты только что как сказал? Трястся над своей тачкой. Трястся как над чем? А, над писанной торбой. Во, это чё за херня? Торба сумка такая. Писаная, разукрашенная. То есть человек придаёт слишком большое значение дорогому ему пустяку. Нихрена себе пустяк. Land Cruiser 200. Короче, слушай дальше. Поставил чувак около дома на полчаса свою тачку. И прикинь, с третьего этажа бабка на эту тачку упала. Что она там делала? Как она оттуда сиганула? Вопрос. В общем, случай оказался не страховой. И чуваку за свои бабки пришлось тачку восстанавливать. А что с бабкой, померла? Не, живее живых. Ха-ха-ха. Я смотрю, наш узкоглазый дружок предпочитает волосатеньких. Чё-то рожа у собаки недовольная. Не вывозит, походу, азиат. А это чё за оленевод? Да откуда я знаю? Пошли уже. Учёные говорят, что если правильно питомца домашнего выбрать, может даже ваша судьба от этого измениться. Вот вы знаете, домашние питомцы, они не просто так. Вот вы когда выбираете себе там, допустим, кошечку или собачку, б***ь, даже если эти животные у вас дома случайно, б***ь, завелись, присутствие на вас обязательно сказывается. Учёные тоже давно поняли, они же изучают собак, там, кошечек, там, всяких, просто так не сидят. Собака всегда влияет на... Видишь вон ту собаку? Короче, у моего куриша была такая же. Она у него стащила грымулю гашиша и сожрала тут же. Её потом часов пять пёрло так, что они её из жалости чуть не добили. Был такой путь, что у неё аж зубы стучали. Собственный хозяин. Да-да-да, вот у меня вот, пожалуйста, есть. Вот, посмотрите, пожалуйста. Мы что, похожи на любителей животных? Окей. Где твой узкоглазый напарник? О, не-не, ребята, все дела по доставке животных решают только я, Туни только помогает мне. Эйми на панике, эйми на проблеме. Ты чё, вопроса не понял, горячий финский парень. Где он с коглазый? Да и иностранец, но это не повод громко кричать. И где Туни я вам не скажу. Слышь, викинг, ты бывал на тракторном заводе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вы об этом пожалеете, грёбаные коммунисты, мать вашу! Кнопочка, я верю, что ты прирождённая актриса, но ведь не факт, что ты поступишь. Может и не поступлю, но ты ведь поедешь со мной, если у меня всё получится. Ты, конечно, молодец. А ничего, что у меня тут бизнес. Как я могу тут всё бросить? Я подозревала, что ты меня больше не любишь. Да что? Ты, конечно, я люблю тебя. Да я за тобой хоть в Африку. Просто мои животные тоже хотят любви, ты пойми. Ну, милый, я же без тебя, как мой папа, без гранаты. Я тебя так люблю. Да не гони ты лошадей. Давай ты сначала поступишь, а там мы об этом поговорим. Нет, ответь мне сейчас. Так, ладно, мне по второй линии звонят. Давай, всё. Ну, Туни! Алё, здорово, чувак. Туни, сматывайся немедленно из хаты, мать твою, быстрее! Что? Если бы я не сказал, где ты, эти ублюдки бы меня убили, прости, приятель! Кто? Если ты прямо сейчас не оторвёшь от шконки свой дрещавый зад, ты узнаешь кто! И чё, они уже едут? Нет, они ждут, пока ты убежишь, чтобы им было интересно тебя ловить, брит! Туни, Туни! Забери меня отсюда! Э-э-э-э, грёбаный говюный Самсунг! Пожалуйста, не падайте, умоляю! Куда ты так спешишь, шумахер хренов? Когда я спешу, я одновременно сижу на толчке и бреюсь. А сейчас я просто быстро еду. Чё-то у меня в рфизуха не та! Откройте, пожалуйста, газету. Так, давай, я на лифте, ты по лестнице. А давай, может, я в машине посижу, а ты всё сделаешь? Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Ай, больно упал! Он наверх побежал! Кто? Кто-кто Форест Гамп? Этот гад, походу, на крышу забрался. Посмотри здесь, я на крыше гляну. Куда же мог спрятаться этот китоёза? Может быть, здесь? Нет, здесь его нет. Димон, ты чё там притих? Пожрать, что ли, нашёл? Эй, ты чё ходишь? Когда я не стягал? Тут только порвёк на голубей. Присмотри за выходом. Присмотри сам. Командир, привет. Да нет здесь никого, чё-то... Как по-китайски, б***ь, ты, Петрович, а? Я татарин, мразь! Эй, якутца, спокойно. Не подходи, ни шагу больше! Я завалю его нахрен, отвечаю! Я ещё шмальну! Да уни, а ты знаешь, кто такой Фильгельм Тель? Чё? Ты чё творишь, блин? Да он чуть не завалил тебя. Да это ты меня чуть не завалил! Как ты вообще умудрился в него попасть? Так я в тебя целился. А зачем ты его к себе наручниками приковал? Да, в натуре. Надо было его сразу завалить. Ты чё, ключи, б***ь? Димон, а как мы объясним шефу, почему китаёза мёртвый? А давай скажем, что китаец сам застрелился. Ага. А потом пристегнулся. Что характерно, у всех нормальных мужиков в тачке есть инструменты. Но ты ведь у нас особенный, да, Дима? Вот как мы его сейчас через весь город попрём? Да всё будет нормально, чё ты кипишуешь? Ну и вот чё я ему сейчас скажу? Алё, шеф, Туни у нас. Есть проблема, но не по телефону. Что? Мы же его не били? Нет, не били. К вам? Окей, едем. Ты как вообще едешь, а? Когда я последний раз ехал по центральной улице с мёртвым китайцем, меня оштрафовали за превышение скорости. Труп китайца в корабле, значит быть большой беде. Эээ, да чё такое-то, блядь? Слышь, уважаемый, ведро своё убери. Эээ, слышь, давай назад отъедем, а? Слышь, ты, блядь, давай убрал машину свою? Ты кого, блядь, назвал? Сейчас выйдем, разберёмся с вами. Ага, особенно я и Туни. Димонс, давай назад, пропусти этих дебилов. Сука, тварь, а? Чё, чё делать-то, а? Чё, чё, чё делать-то, а? Мой папа не будет скучать. Он знает, что я мечтаю стать актрисой и всячески меня поддерживает. Ах, поддерживает? Да. Какой, однако, ваш папа молодец. Хорошо. Ну так что вы нам покажете? Песню. Песню? Замечательно. Пожалуйста. Песня. 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 Я выросла в таких местах, где ты ссышь по лице. Там, где интеллектом не отекущают лица. Я тёлочка из гетто, так что не надо пялиться. Пока тебе на глаз не натянули яйца. Я модная чекуля, папочка, мой бандит. Не знаю, мама, где, наверное, на дюрьме сидит. Зудит волына на кармане пули. Просят мясо твоего пляса. Мои кинты не топчут лясы. Мои кинты не топчут кортики и ножи. Пекарь мой формат. В скобуру вложи. Чё, засал, чё ли, выходи, да? Такие курочки, как я, влетают без стука. Моё кино не на ТВ, в мыле проворовок. В моей крови тушь маминых татуировок. Я родилась уже в законе, за меня порвут. Но надо же расти, и вот я еду в гарри. Опа, волына хуйня. Чё, блядь, я вышел, и чё, а? Надо! Это кому-то плохо. А я с детства знала, запах и хрустнала. И с ним я поступлю в Гетисы без криминала. Ещё каких-то пару лет я у Тарантино валю на камеру. Что за упертая сила? На меня стоит у всех мужиков в земле. Я вырубался на волоса Раджета. Пираты в Сомали молчат, глядя в пустоту. Собаки знают не к добру, баба на борту. А я с сигарой во рту, кремень, искры, высек. Кривоваты твои руки для моих настистик. Хочешь связаться со мной? Сначала разберись с любою, бразь. Ты знаешь, кто я, сука. Я кину звезда от кончиков волос дожил. Я кину звезда от кончиков волос дожил. Я отмотала всё не больше, чем ты прожил. Я зависаю у Родригеса и Дэни Трехо. Сирены мусоровозов разносят эхо. Я кину звезда от кончиков волос дожил. Я отмотала в зоне больше, чем ты прожил. Я зависаю у Родригеса и Дэни Трехо. Сирены мусоровозов разносят эхо. Ну чё, как? Ничего-то, качёвый бит. Качёвый бит. Жесть. Качёвый бит. Жесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. А где папа? Наверху сейчас спустится. Говорят, она тащит лимфоманка. Улыбнись, подмигни, она твоя. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Какие ж вы, ребята, идиоты. Шеф, так вышло. Да в натуре он чуть Антоху не завалил. Схватил его за шею, волыной начал в лицо тыкать. Но я и подумал... Подумал он. От твоего подумал, каждый китаец так... Пострадает, я погляжу. Ну он-то ладно, чё возьмёшь с придурка? Но ты-то куда смотрел? Он сегодня спас мою жизнь и вашу репутацию. Так что будьте добры, выбирайте выражение. Вы чё, попутали пацаны, с кем разговариваете? Короче, меняйте тачку. Отвозите жмуро-малышу. Как будете нужны, я позвоню. И из города ни ногой. О, хороший вечер для прогулки по лесу. Продолжения следует. Как ты думаешь, у него есть тёлочка? Или он мертвяков долбит? А ты подъедь завтра с утричка. Спроси у китайца. Чё, поехали пожрём? С утра уже ничего не жрали. Ага, давай. Только к Фину заедем. Тёлочку для малыша ещё одну оформим. КОНЕЦ Папуш, к тебе пришли. Ещё раз день добрый всем уважаемым радиослушателям. Как всегда, в эти минуты на Радио Шансон. Программа «Золотой хит» и прямо сейчас очередное творение Дениса Антошина в эфире. Здарова, Колян. Чё, всё мурчишь? Да нет, мне нравится просто Шансон. Ты же знаешь, я свою отмурчал. А чё позвал? Футбольный матч обсудить, что ли? Ладно, я тут баньку истопил. Будешь париться. Почему бы нет? Чай-то пей. Остынет. Нифига ты мне кружечку подкнокал, Колян. Прикольно. По специальности. Так ты чё уже, года два как вытряхнулся. Да не, в декабре двушка будет. Я ж 31-го освободился. Людям подарок сделал на Новый год. Ааа, бляха муха! Ты не будешь купаться? Я тоже не хочу. И этому человеку завтра двадцать восемь лет. Все мы дети. Мне так сейчас где-то двадцать в душе. А тебе? Да ладно, Сафонов, не свисти, тебе пятнадцать, не больше. Что у тебя вообще в голове? Сейчас, что ли? Ну хотя бы сейчас. Ну сейчас, ну сейчас бы это, шаверму с пивком бы умял. Все добавки, кетчуп там, горчичку, лук тоже люблю. От тебя я ничего другого не ожидала. А ты о чем думаешь? Я? Да в последнее время все больше о детях. Вот только не уверена, что с двумя справлюсь. Посмотри вон на этого. Детский сад, штаны на лямках. Когда вы уже чем-то более толковым займетесь, чем бегать на побегушках у старого маразматика. Мы, между прочим, не бегаем, а решаем за дела. И платят нам за это хорошие деньги. Мне хватает. Ну был бы он учителем труда, посмотрел бы я на тебя. Вас, женщин, не понять. Все вам не так. Вау-вау-вау, братиш. Хватит ныть жертва феминизма. Иди лучше со своим дружком, покупайся. Будете прям как заплыв в жены ненавистников. Не указывай мне. Иди, иди, детский сад. Я пойду купаться. Но это я сам захотел. Че позвал-то? Опять кого-нибудь из друзей удалить? А ты как обычно, зришь в корень. Колян, ты скоро вообще один останешься. У тебя же сейчас два осла там бегают. Че, их что ли? Да, их. Ты же их недавно вроде как завел. Че их-то? А че, я им приказал одного ямакаси привезти. Ускоглазого. Так они мне привезли. Прямо в одувор труп. Нихера себе криминальное чтиво. Да я вообще в шоке был. Поддел у тележи начал. А они мне зубы показывают, бля. Мне-то че зубы показывать? Я их быстро вышибу. Да и не помасьте им овцам тут, блядь. Пора их удалять из друзей. Надоели они мне. Да базара нет, Колян. Мне-то какая разница? Че, опять аварию устроить, Колян? Не, мужайтесь, Шура, я дам вам парабеллум. Колян, а с плеткой в данный момент напрягки я последнюю отработал. Сейчас жду, заказал. А когда на, работать? Ну они опрокинули мне, что... Что будут праздновать днюху в Гоголь-Моголь 5 сентября. Насчет ствола не вопрос, у меня есть. Бэм, правда. Ну а че, я таким работал. Пойдет. Вот, возьми фотографии. Да я их не изопил, и так знаю. Не-не, возьми. Чтобы наверняк. Бля, ну как из бешеных псов. Мистер Блондин и мистер Коричневый. Ха-ха. Через три дня получается. Как? Успеешь подготовиться? Тогда, думаю, справлюсь. Сделаем. Где этот олигофренд? Да не волнуйся ты. Мы все успеем. Ага, успеем. У нас сегодня ночует пьяная обезьяна. Кстати, давно хотела спросить. А почему у него нет самочки? Ты знаешь, это такая страшная тайна, что в курсе только я и Димон. Извини, не могу сказать. Ты охренел? Я ж твоя девушка. Дай зуб, что никому не расскажешь. Как-то раз Димон здорово погулял, перебрав с алкоголем. Рано утром, когда он сладко спал в обнимку с какой-то длинноногой блондинкой, раздался звонок. Это был шеф. Николай сказал срочно приехать. Необходимо было решить какие-то очередные вопросы. Ничего не поделаешь, работа есть работа. Большим алкогольным стажем Димасик похвастаться не мог, поэтому его желудок взячески протестовал против влитых в него ведер пива. Закрыв дверь, он вошел в лифт и... Как бы тебе это сказать? Короче, в лифте он нормально саданул. Димон уже терял сознание, думая лишь о том, как бы сейчас кто-нибудь не стоял внизу в ожидании лифта. Такого шепнуна тут точно еще не пускали. Первый этаж. Раскрываются двери. Знаешь, иногда бывают в жизни такие ситуации, когда хочется просто провалиться сквозь землю. Так вот, умножь такую ситуацию на 10, и тогда ты почувствуешь половину того пи***я, в котором чувствовал себя Димон. У лифта стояла девушка. Он влюбился в нее с первого взгляда. И как ты думаешь, какой выход из ситуации он нашел? Рубанул дамочку справа, и дело с концом. Вот это я понимаю любовь с первого взгляда. О, а вот и наш стеснительный пердун. Только я тебе ничего не рассказывал. Слышь, олень, хорош в прятки играть. Ща дверь закрою, будешь тут сидеть, как пес бродячий. Димон! Димон, ну ты гад! Ты так меня напугал! С днем рождения, братан! Ну ты юморист, где мой подарок? Не торопи события, едем в Гоголь-моголь. Дол, дага, бас, бас, зигди, зэг. Гад, ма, гад, б***ь. Почему мне кажется, что ты в курсе, и откуда здесь эта жалкая пародия на Мэнсо? Конечно, в курсе! На твою днюху сползаются самые адовые фрики нашего города. С днем рождения, братан! Слушай, а может Мэнсо на Солесии в топку? А мы с барабанщицами в сауну, давай? Ха-ха! Так, идея! Выпьем там с ними пару триолей! Эй! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойду в толчок! Что-то мне нехорошо от твоего Мэнсо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что? Стоят эти сиски того леща, которого ты сейчас получишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А не параллельно выпить за именитик? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дай-ка мне сигареточку. Ты чё, решил пораньше сдохнуть, что ли? Да куда уж раньше? На хрен вообще так жить? Если ты покуришь, то в принципе не превратишься. Ты что думаешь, я от сигарет такой красавец? Да пошло оно всё нахрен. Понимаешь, брат? У меня в машине дохлые китайцы катаются чаще, чем бабы. Вот завтра шеф заставит тебя завалить. И чё, мы друг друга загасим во имя организованной преступности? Эй, нет, ты чё, меня нельзя. Всё. Я вчера только пятилитровую бадью супа сварил. Столько хавчика зря пропадёт, считай. Ну ты, блин, комедиант от бога. Регина по тебе плачет. Дубовицкая шо? П***цкая, б***ь. Димон, может быть возьмём все наши скромные сбережения? Откроем где-нибудь ресторанчик в Болгарии, заживём как люди. Жена, дети, все дела. На мёртвых китайцев будем только по телеку смотреть. Давай обналичим наш кэш и свалим нахрен из этой конторы. Да и вообще из страны. На поезде? Да не, на поезде, наверное, неудобно будет. Лучше на самолёте. Жаль. Чё, любишь запах сортира из ступ колёс? Не, в самолёт же с супом нельзя. Шестого сентября в районе шести часов утра во дворе дома по улице Ветлозерской обнаружены тела двух молодых людей. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия, неизвестный подъехал на автомобиле марки Opel Astra, три раза выстрелил из пистолета Макарова и скрылся с места преступления. От полученных ранений двое молодых людей скончались на месте. Следователи с помощью криминалистической техники осмотрели место происшествия. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемого лица. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление мотива и всех обстоятельств совершённого преступления. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Ну что скажешь, Адольф? Я Альберт, шеф. Да какая разница? Как тебе песня? Здорово, шеф. Круто. Круто. Она в Гитис поступила, а не в негритянский кабак. Причём на бюджет. Молодец, ваша дочка, шеф. Талант. Ай, кому я рассказываю. Ты выполнил то, что я тебя просил. А что вы мне поручали? Скайп, скайп, Адольф, ты же немец. У вас в СС что, телефона не было? Скайп, такая штука, чтобы разговаривать на расстоянии. Я не немец, шеф. Как не немец? Усы есть? Есть. Звать Адольф? Адольф. Я Альберт, шеф. Всё, ауфидерзейн, ты уволен. До свидания. Уволен? Натюрлих. Ухрен забит-то. Привет, доча. Может, ты скажешь мне, наконец, где мой парень? Да откуда я знаю, где твой парень? Свинтил он от тебя. А всё поверить не можешь. Вот и ищешь крайнего. Он не мог просто так пропасть. Это ты его запугал. Пока он мне не позвонит, слышать ничего не хочу. Шеф, чуть не забыл. Вы просили купить. Шеф? Ну, я тогда пойду. Альберт? Обойдусь и без вас. Я был мёртв. Олеся похоронила меня вместе с Антоном, чтобы покушение не повторилось. Я думал, что стану призраком, но мир вокруг продолжал быть реальностью, в которой мне надо было как-то жить дальше. Когда ты остаёшься действительно совсем один, начинаешь по-другому смотреть на мир. Игнорировать воспоминания уже не получается, и они медленно, но верно сводят тебя с ума. Видимо, я слишком долго шёл на поправку. К тому времени, как я смог прийти в себя, плод Олесиной мести уже давно перезрел. Она уже знала, кто за всем этим стоял, кто был исполнителем. И она больше не могла ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...